Продолжение следует... Что? Очки носить не стесняешься? Очки выполняют определенные функции. Ну да, солнцезащитные, отлично. А это простые очки, что ты сделал? У тебя СМО созрение не очень? Это стандартные очки. Не солнцезащитные. А ты откуда сам будешь? С Московской области. С какого города? А ты из какого? Ну, я тебе первый спрошу. Ну, я понимаю, я уже как бы сказал, что ты на определенную локацию обозначишься? Ну, город. Ну, ладно, я тебе скажу. Город Торонто. Ты из какого города? Торонто? В Америке? Я из города Королева. Понятно. А какой самый большой город в Московской области? Понимаешь? А Риутов, по-моему? Да нет, Риутов мелкий город. Ну, близко. Самый большой город, это Балашка. Он недавно пересек полумиллионный рубеж, так и говорят. А вот и стал самым большим весьма недавно, ну, лет 12 назад, может, 10. А до этого был иной город. Какой, знаешь? Не, не знаю, не слежу. Город Подольск был. А Балашка увеличилось резко за счет поглощения соседних городов. Например, был такой город, был такой город Железнодорожный, слышал? Ну да, слышал. Вот его сейчас нету, его Балашка поглотила. Равно как из Салтыков и так далее. Не очень ты знаешь географию, так сказать, родного края, если ты там родился в Королеве. Я ж не знаю, где ты родился. Ну, края проживания, по крайней мере. Ну, ладно, окей. У тебя, может, какие интересные вопросы есть? Ну, я так сижу, болтаю, что-то. Понятно. Не, ну, если тебе интересна эта тема, можем продолжить. Или не интересна? Давай, конечно. А весьма противоречива политика правительства Московской области в этом отношении. А есть город, который, наоборот, постоянно теряет территорию Московской области. Знаешь, какой? Какой? Ну, есть предположение? Нет. Город Люберцы. То есть, в 70-х Люберцы утратили Некрасовку, в 80-х Косино и Жулебино, в нулевых Белую дачу, а в 10-х уже Котельники, если слышать. Они в Москве пригласили, да. Ну, Котельники стал отдельный город. В Жулебино и Косино стала Москва и Некрасовка. На Белую дачу тоже Москва. Да, да, на Белую дачу. А Котельники – нет. Котельники – это отдельный город. То есть, в Москве есть метро, вот уникальное, выход на три города. Это вот станция Котельники, если знаю. То есть, выход из метро, прямо ты выходишь уже с лестницы и попадаешь в три разные города. То есть, не то, что там пройти 100 метров нужно. А прямо ты из метро вышел с лестницы и попадаешь, в зависимости от выхода из метро, в три разных города. Какие? Ну, это же можно догадаться. Москва, Люберцы и Котельники. Москва, Люберцы и Котельники. Вот три разных выхода. Ну, там два выхода на Москву, один выход на Котельник и один выход в Люберцы. То есть, прямо вступаешь с лестницы, которые из метро и прямо попадаешь уже в город. Ну, в разные три города. Вот такие интересные факты по поводу регионов твоего проживания. Здорово, не знал. Ну вот, знай на большее. Хорошо. Ну ладно, если вопросов нет, подписывай. За родную Россию, как руси их рассеют. Тяжела будет и исповедь. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит. Почему же тогда Утилитарным государством? Утилитарное государство. Правильно? Великобритания, утилитарное государство. Германия, утилитарное государство. У них есть они... Тяжелый фалак на свет и прелом. Подколотый, подшитый материал. Там отцепляшло? За недвененных штатах, ребята, за недвененных штатах фенолилизации? Федерации. Федерации федерации, федерации, федерации. За недвененных штатах фенолилизации, слышал бы, да? Да? А как называются? Соединенные штатами. Это федерации? Да. Вот. Ну, корынок всегда из вас мудрый. И снится нам неровно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok